Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Demon Busters. Ну что же, так, стоит ли отправлять мне транспортник или улучшать его? Денег маловато. Давайте-ка глянем, может быть у нас какие-то выполненные задания есть? Хм, к сожалению нету, но вот если мы отправим корабль, у нас будет выполненное задание. Тогда отправочка. Пока. Забираем что у нас тут. 1400, не дурно я считаю. Кого бы нам с вами выбрать-то дальше, я ума не приложу. Так, здоровья. Вопрос конечно очень интересный. С оружием у нас тоже очень большие проблемы, точнее с боеприпасом для оружия. Так, плазмоган, 5 единиц дает, да? Хм. Командоса давайте проверим. Он у нас по дробовикам. Так. 96 к здоровью единиц, если мы ему апнем. Так, что у нас у снайперши? Тоже ничего пока хорошего. Так, а медик у нас бензопилы использует. Блин, вот тебе незадача. Сейчас буду ломать голову, кого же мне все-таки выбрать, а? Командоса, снайпершу или же этого, наемника. Нет, наемника не будем. Так, 53. Давайте, наверное, за него сыграем. Посмотрим, как он себя проявит в этом раунде. Но сначала, я думаю, сходим сюда. Нам нужно хоть немножко боеприпасов накопить. Поехали. О, шикарно. Так, кредиты. Жижа, деньги. Так, это у нас гули, да? Гнилые. Хорошо. С ними мы, как видите, справляемся без проблем. Дробовик здесь рулит. А вот изверг... Да, три раза нужно в него стрельнуть, чтобы он сдох. Довольно мощный чувак. Тут два раза. Ну, потому что сработал крит. Вы это сами прекрасно видели. Так, кредит, кредит. Ящик. Разбиваем. Что у нас тут? Тоже кредиты. А это у нас червяк. В червяка приходится три раза плюс личинки. Четыре выстрела делать. Кредитики. Тут у нас жижа. О, это хорошо. Заряд для энергопушки подобрали. Так, червяк и гнилой гуль. Все. И выход. Все, что ли, мы здесь... А, нет, не все, ребята, не все. Сейчас бы вышли бы мы с вами. Хе-хе. После заморозки просто на выстрел. Ну, а теперь уже, по-моему, точно все. И можно выходить. Так, уровень у нас пройден. Ну-ка, что у нас здесь? Ну, ничего хорошего. А я бы был рад ракетам. А не патронам этим. Ну что ж, давайте, наверное, тогда попробуем с вами в основную линию пройти. Так, кто у нас здесь? Духи. Или призраки. Как можно их по-другому назвать. Мне нужен отпуск, говорит он. Вы прикиньте, да? Призрак говорит, что ему нужен отпуск. Ёлки-палки. Что-то как-то... Хреновенько мы здесь себе показываем ящик. Что здесь? Опять кредиты. Ну, в ящиках, кроме кредитов, я пока, честно говоря, ничего не находил. Забираем монетки. Так, отлично. Кто это у нас тут? Родненький мой голем. Так, три и плюс пять. Ого. Шесть раз нужно выстрелить, чтобы стимулятор. Он нам пригодится, кстати, здесь. Тут у нас еще призрак находится. Ага, вместе с големом. Замораживаем. И по полной колбасим их. Что-то мне не нравится, как мы с вами этих големов бьем. Очень долго. Все, что ли? А, нет. Ящик давайте вскрывать. Ну да, конечно. Тут у нас голем. Опять гуль. Да, деваться некуда. Придется разбирать. Погнали. Скодер, блин. Что за скодер, а? О, хоть подлечились, малька. А бой мы получили опять гнилой. Так, отлично. Мы его разбомбили с вами. На него три выстрела надо делать. Так, жижа. О, ракеты. Это другой разговор. И вроде бы все, ребята. Можно смело идти на выход. Здесь мы, как понимаете, все с вами зачистили. Так, миссия пройдена. Что у нас тут разыгрывается. Ну и что вы мне дадите? Рискуем. Ну, конечно же, кредиты. Хорошо, хоть толстую пачку, а не маленькую. Так, нам еще один уровень, ребята, с вами пройти и получим карты новые. Так, командос. Что можно с тобой сделать? Да, в принципе, ничего. Нам не хватает до повышения урона ему на 6000. Давайте тогда здоровье, что ли, увеличим. Может быть, за счет этого сможем хоть как-то здесь еще справляться. Да. Кисло, кисло, конечно. Мне уже нужны винтовки помощнее, получше. Почему-то мне их не дают. Может быть, тут определенный какой-то есть предел. Прокачивать же мне их нельзя. Только лишь находить. Ну да. Гроза М2. Силач М2. Патрончики тоже, как вы понимаете, нельзя ни поменять, ни переставить, ни укрепить, ни усилить. В общем, все, что у нас есть вот в данный момент, тем мы и должны с вами бороться. Кстати, вот эта игра есть на андроиде. Немножко по-другому называется. И она капельку там урезанная. Я играл в нее, проверял, смотрел. Да, практически то же самое. Но немножечко чего-то не хватает. Так, и у нас здесь паучок, ребята. Смотрите. Бам! Ах ты гад! Я думал, сразу завалю его. Нифига, два выстрела пришлось на него потратить. Да что ж такое? Мы что-то здесь вообще слабенькие становимся. Даже зомби приходится два раза стрелять. Нету крита, понимаете? О! Вот это другой разговор. Если бы мы критовали бы почаще, ну знаете, по статам. Можно было бы увеличивать крит-урон. Вот это было бы замечательно. А так? Нет. Вот как есть у нас, тем мы и пользуемся. Ну, благо то, что сейчас в данный момент у нас здесь с вами только одни паучки идут. Паучки, да зомби, да скорпионы. Ну-ка, заморозочка. И пока всем, я вам говорю. Забираем кредиты. Так, очередной зомбарь с пауками. Так, мы, кстати, выполнили задание. Убить 15 монстров. Все? По-моему, все. Ага. Что ж такое-то, а? Все время я куда-то спешу. 60. ХП. Стимулятор. Так, а вот теперь уже, по-моему, 100% все, да? Угу. Выходим. Прошли задание. Так, ребят. И, кстати, сейчас мы с вами получим карты. Хе. Кто бы сомневался, что мне дадут именно обойму. Ух. Давайте глянем, что тут нам выпадет. Дельта Скаут. Уникальный наемник. Кредиты. Ракета. Две штуки. Замечательно. Топливо. Восемь штук. И последняя карта. Оу. Призрак. Лорд. 195 хп. 19 к атаке. Ну да. Такой. Мощненький. А вот, ребята, и Дельта Скаут. Забираем здесь полторы тысячи кредитов. И чем же она у нас? Она у нас, блин, топором дерется. Ребят, вы представляете? Топором. Хотя топор, он вроде бы как у всех есть. Отдельного оружия я здесь не вижу. Топора. У нас есть только бензопила. Странно это как-то все, да? Так, нейтрализует способности монстра. И бонусы к здоровью. Ну, перк у нее неплохой. Тут ничего не скажешь, да? Она снимает со всех врагов их неспособности. Ну, сама-то по себе она ватная, как ни крути. Ну, что она может сделать своим этим молотком? Ума не приложу. Как вообще ей играть? Ну, команда у нас вся в сборе, как вы видите. Теперь остается нам только лишь повышать им уровни и прокачивать. Да, и вот здесь вот дилемма, ребята. Кого лучше прокачать? Все хороши, все со своими способностями, с возможностями, с бонусами. И я так понимаю, что нам не обойтись здесь одним персонажем, как ни крути. Придется всех, видимо, раскачивать. И еще неизвестно, сколько здесь уровней в этой игре. Ой, в общем, будем с вами пытаться по-всякому, по-разному. Ну, когда закончатся у нас патроны, мы с вами уже все тормознем. Потому что ничего сделать не сможем. Вернуться назад уже нельзя, к сожалению. Двигаемся мы только вперед. Ну что же, давайте пробовать. О, варгр! Варгр! Вот и поговорили. Не трогайте его, он безобиден. Его зовут Билл. И он работает в бухгалтерии. Жалость признак слабости. Вжух, хрясь! И разрубило демона. Покажись нашему медику. Только через мой труп. Скоро так и будет, если ты не выберешься отсюда. Так, что-то у нашего командуса, по-моему, с головой не в порядке. Какой-то демон в бухгалтерии у него там работает. Так. Падальщик-изверк. Готовы. У нас тут еще паучок. О, паучок. Конечно. Тут у нас еще дофига кто. Вообще-то это уже не паучок, а падальщик даже. Вот оно что. Так. Изверг и падальщик. Ну, давай так сделаем. Завалили. Блин, ну вы дайте мне боеприпасы. Что вы мне даете эти кредиты, которых и так тут мало. Мне ни на что не хватит. Даже купить ничего не могу на них. Ё-моё. Еще падальщик. Гули. Хорошо. Блин, у меня хп-то. Ребят, смотрите. Очень быстро тратится. И, как я вижу, с тимпаками они меня здесь баловать не собираются. Ой-ёй-ёй-ёй. А нет, дали. Маленький. Хорошо, хоть спасибо вам на этом. Так, берем горючку и еще гуль. Два гуля. Частично поглощение рукопашного урона. Хм. Открывается уязвимость через несколько ходов. Странно. Какие-то данные нам дают. Но они ему не помогут. Вот, медпакет. Вот это хорошо. Но только поздно, по-моему. Да, мы уже здесь... А, нет. Где мой кофе? Он орет. Гуль, ты что, припух что ли? Какой тебе кофе? Иди вон в люлю. Кофе он захотел. Так, видимо, мы прошли с вами уровень этот. Хорошо, что он был такой коротенький. А то я уж думал, сейчас мы здесь ласты откинем. Ну, во, хорошо. Уже 12 ракет у нас есть. Так, 30-я миссия. У нас на кону, ребята, 77%. Я вот это, кстати, так и не разобрался, что здоровье. А здоровье чего? Команды или... В общем, тоже как-то недопетрил. Так, команда, значит, мой. Так, кредитов у нас 3000. Этого мало. Очень мало. У нас уже там расценочки такие идут, что будь здоров. Ну что же, буду надеяться, что здесь немножечко мы что-то выбьем с вами. Так. Ну, это мы пока трогать не будем, пригодится. А вот здесь вот расколбасим, ребят. Я даже представляю такую картину. Вы видите, да? Как у нас мы когда заходим на уровень, показывается такой туннель, и зомбарь на нас бежит. Сами видите, да? Прикольно сделано. Так, забираем здесь. Ух ты! Две подлечки. Так. Зомбарь готов. 15 кредитов. Ну, действительно, очень мало дают. Так, червь. Один. Это хорошо. Полег он. Еще гуль. Только гнилой. Вот эти вот ребята хороши тем, что они не трансформируются и не распадаются на две части, как многие из них. Вот, например, как червяк, да? Сейчас он в личинке превращается. Вот. Голем тоже, кстати, рассыпается, вы помните. Блин, да что такое, а? Зомби, вали отсюда уже. Хватит тут шариться по комнатушкам. Ну, понеслась, как говорится. Душа в рай у нас здесь. Ну-ка. Жижа. Так, и еще один зомби здесь. Ух ты! Зато задание сделали. А это означает, что получим с вами дополнительные кредиты. Надеюсь, их достаточно нам дадут. Так, а это что у нас такое? Восстановить здоровье. Триста. Что-то пока не охота, если честно. Так, желтая полосочка. Накопилась полностью. И миссия пройдена у нас. Так, что нам тут дают? Фигню. Тут уже не важно, что нам дадут. Все равно ерунда. Так, отлично. Так, вот у нас и наш прилетел транспортер. Принес нам, конечно, брехотник какой-то. Ух, до четвертого можешь его прокачать, а? Он будет приносить уже три... Ой, четыре вещи вместо трех. Так, тысяча кредитов нам дается. Блин, мне нужно и это, и это, и это раскачивать. И мало-мало денег. У наемника, да, хорошо, конечно. Он может превращать вещи в кредиты. Правда, вот шанс повтора всего 2%. Использование автомата. Плюс 16 единиц. Ммм, даже как-то и не знаю. Давайте, наверное, снайпершу, а? Вау. Следующий уровень будет плюс 23 к снайперке. Это будет 126. Слушайте, довольно неплохой урон. Но, опять же, повторюсь, по одиночной цели. А их здесь, одиночных-то, достаточно мало. Но зато, если он попадет, то ему крышка. Поехали. Будем как-то с вами тащить эту каточку. Не могу привыкнуть к гравитации на этой планете. Или на кухне опять давали пищевую добавку номер 77? Пищевую добавку номер 77 больше не производят. Хе-хе-хе. Ну, я очень любил эту штуку. Черт. Какой-то наркоман, да? Че-то там жрет, какие-то пищевые добавки. Так, понеслась. Во, энергозаряд. Замечательно. Так, жижа. Тут у нас голем и гули гнилые. Ух, как хорошо-то она валит. Големов просто на ура. Так, здесь у нас стимпак лежит. Мы его пока, наверное, трогать не будем. Ребят, пригодится. Мало ли чего. А вот это уже плохо. Когда две цели... Ай-яй-яй-яй-яй, подожди. Вот так вот. Когда две цели, это для нас нежелательно. Потому что мы можем атаковать только одну. А вторую уже потом, после того, как добьем первую. Да, здесь бы как раз дробовичок бы нам пригодился. Или кто-нибудь с установкой. Ракетной. Тут полный бы расколбас был бы. Ладно, зачистили. И топ сойдет. Так, гуль голем. Теперь давайте гуля. Блин. Слушай, родная. Что-то ты у меня перестала в последнее время криты выдавать. Мне это не на руку. Слишком много трачу зарядов на это все дело. Есть, конечно, перк уже готовый. Вот так вот. Как говорится, чтоб не мучиться. О, патрончики дали. Обойма. А здесь уже выход. Ладненько. Давайте тогда гуля сейчас. Все шикарно. Так, голем и опять же гуль. Давай подкрепимся и добьем уже этих гадов. Скордер. Вот голем распадается на какого-то Скордера. Непонятно почему. Если он голем, я как бы представляю совсем другое существо. Зомбар еще может, да, там на две половинки рассыпаться. Ноги отстрелили. Тело еще, как говорится, осталось. Но голем в Скордера что-то новенькое. О! Два энергозаряда получили. И у нас 31-я миссия уже на кону. Довольно быстро мы с вами пробираемся. И с одной стороны это хорошо, а с другой плохо. Хорошо то, что мы двигаемся вперед, все-таки что-то новенькое открываем для себя. А плохо то, что они у меня не развиты, все мои персонажи. Как бы я этого хотел. Как видите, оружие в последнее время не выпадает. Продавать мне нечего. Боеприпасы мои кончаются. Затраты идут больше, чем я приобретаю. В общем, как-то такая штука. Нездоровая нас впереди ожидает. Хотя есть у нас вот этот вот, как сказать, радар на карте. Он дает нам такие дополнительные миссии, в которые мы можем с вами прийти. Вот так вот сделаем. Прийти, немножко полутать. В принципе, безболезненно. И уйти. Только лишь на этом можно выживать. Так, ладно, продолжаем. Привет, малыш. Хочешь немного мяса? Вагргарг. Готов спорить? Они нас понимают. Если эта штуковина откусит тебе руку, вторую откушу тебе я. Вот и поболтали. Как говорится, славненько. Ох ты, ох ты. Голем, значит, здесь. Ой-ой-ой-ой. Забывай, что надо перезарядку делать. Так, стимулятор получили. Зомби, на выстрел. Да-да-да. Эта штука очень мощная. 20 зарядов у нас имеется. Ох, сколько здесь врагов, а. Так, а это кто у нас такой? Изувер. Ммм. В него надо два раза выстрелить. Так, и опять у нас голем. Пока вроде бы идем неплохо, но, опять же, жалко мне вот эти вот заряды, что мы с вами тратим. Они довольно мощные и пригодились бы нам, наверное, в будущем. Ну, а как их еще валить здесь? Я ума не привык. Неужели идти с дробовиком на перевесы и бомбить их? Они меня быстрее здесь заколбасят. Скорее всего, так будет. Так, здесь у нас кто? Зомбарь, да, значит? Ну, с этим-то мы справимся. Так, а вот здесь уже целая шайка. Изувер. Вот так вот. Просто мы превратили в жижу таких слезняков, которые ничего просто нам не могут сделать. Ну, и, естественно, сами на себя тоже повесить не могут никакие там добавочные скиллы. Я уж не говорю о том, чтобы разложиться и распасться там на несколько чувачков. Все. Наверное, зачистка прошла, да? Да, ребята. Слушайте, хорошо, что такие лаборатории пока маленькие нам достаются. Мы быстро их проходим. И, как говорится, с минимальными потерями. Серьезный человек. Мы открыли с вами достижения. О, ну надо же, елки-то палки. Вот это бонус. Сейчас получаем с вами и карты. Так, глянем. Да ладно, опять дельта-скаут. Я им не пользуюсь. Зачем вы мне его даете? Блин, лучше бы дали на снайпершу или на кап... О, ледяной гуль. И доступно для исследования шахты. 33-я миссия у нас. Так. Дельта-скаут. Зашибись. Получает у нас уже еще дополнительный уровень. А тут... Ну-ка. Гроза М2. Хорошо. Силач. Вот. Пошло оружие, которое мы с вами сможем потом продавать. И хоть маленько заработаем денежек. Пистолеты. Вообще хлам полный. Я не знаю, для чего они здесь нужны. Если есть, например, тот же самый снайперская ментовка или автомат. Зачем пистолет-то? Неужели есть такие монстры, которые тут слабы к пистолетному урону? Сомневаюсь я почему-то в этом. И хочется, и колется. Ну, куда? Ну, я не знаю даже. Со своим топориком. Это ее основное оружие. Топор. Блин, я офигею. Его здесь нету. Просто-напросто. Как-то они несправедливо отнеслись к ней. Если честно. Причем ее сделали последней. Из выживших. Которую мы смогли найти. Ладно. Так. 5 единиц. Это получается 95. Ладно, черт с ней. Пускай будет так. Ну, опять же повторюсь, она бьет только по одиночной цели. Если бы у нее была бы массуха, предположим, там круговой удар, и она била бы всех вокруг себя. Это было бы в разы лучше. А так только одиночку. Ладно, ничего не поделаешь, ребята. У нас с вами 33-я миссия и еще радарчик. Давайте-ка сбегаем с вами сюда. Сделаем небольшую разведку, так скажем. О, жижа. Так, нам дали боекомплект. Вот, снаряды. Это хорошо. А здесь нам еще снаряды дают. Это даже шикарно. Оу, воу, воу, воу. Вот это замес сейчас будет у нас здесь. Так, гнилой гуль. Погоди, какой топор? Я что, оружие не взял? Ёлки-палки. Вот это я лопухнулся, ребятушки. Давайте срочно ставить себе что-нибудь. Я думаю, что здесь надо что-то мощное такое. Не знаю. Давайте, может быть, таракенницу, ураган поставим, да? 120 к урону. А тут 145. Хрен с ним. Давайте. 13 зарядов есть. Гуля сейчас снесем на раз. Отлично. Стимулятор мне дали. Пополним себе здоровье. Так, здесь у нас... А, трое. Оу. И все лихо полегли. Так, три батареи получили. И кредиты. Вот это уже что-то. Выход мы нашли с вами. Так, кредиты. И я так понял, ребят, здесь желательно проходить комнаты все. Можно, конечно, прямо сейчас сигануть на выход. Но не получим, видимо, каких-то определенных бонусов. А может быть, получим. Я не знаю. Не проверял. Всегда пытаюсь пройти все зачистить здесь. Как говорится, на душе будет спокойнее мне от этого. Ну что, где очередные мутанты? Вон они стоят там. Машут ручками. Своими лапками. Бесполезными. Которые просто разрывают на куски. О! Снаряды дают нам. Здесь она раз. Так. Зато смотрите, как много дают медпакетов здесь. Хотя и здоровья здесь, в принципе, не трачу. Надо было все-таки идти сюда, наверное, с дробовиком. Да. Плазма заряды, они хорошие. И пригодились бы нам. А для дробовика мы периодически все-таки находим. Ну. Ах, кредиты слабенькие. Ладно. Прошли мы, короче, с вами радар. Может, еще раз сигануть, а? Подзаработать, так сказать, денежек и опыта. Но для начала мы, наверное, продадим лишний хлам. Деньги нужны нам очень сильно. Позарез причем, ребят. Отлично. Здесь продали. Здесь больше. А больше у нас, наверное, ничего и нету. А, нет. Смотрите-ка. У нас две грозы. И две грозы М2. А продадим давайте все. Оставим себе самое лучшее оружие, да, в конце концов. Зачем нам это лишнее нужно? Солить их потом. Силач М2, я думаю, тоже можно продать. Потому что... А, нет. У него идет на три цели атака. А у обычного силача на две, ну, 58 урона. Придется, ребята, оставить. Всякое может быть. Представляете, да, когда мы с вами пойдем в подземелье, а там будет три монстра вместо двух. Так что пускай лежит. Каши не просит. Да, денег, конечно, не получаем. Но, тем не менее, как-то будем справляться. 95. Эх, ядре ловошь. Я не знаю. Не знаю, ребят. На самом деле, очень тяжелый выбор у меня здесь стоит. Кого лучше развивать? Снайперша уже прокачано, в принципе, хорошо. Ну, такие сейчас суммы нужны для дальнейшей прокачки. Что, даже не знаю, где их брать. Просто-напросто. Карты нам не попадаются. Ящики с картами тоже не попадаются. Ладно. Давайте рисковать. Тут у нас как раз еще... Это было проще, чем в тире. Высылай ведра с водой и швабру. Приберись там. Снайперша-то. Да вы там обалдели? Это шутка. В следующий раз будь аккуратнее. Предупредила его снайпер. Ну, а нам с вами, ребята, становится не до шуток, когда мы заходим в очередное подземелье или лабораторию. Ладно, к черту разглагольства будем колбасить этих нетопырей. Зомби-гнилой гуль. Получите по полной. Кредиты. Мне нужны кредиты. И желательно тысячами, а не каких-то там 15-20 кредитиков за бой. Ну-ка. Ладно. С боеприпасами тоже хорошо все. Черт подери. Зомбарь, ты достал меня, а? Три раза в него надо было шмальнуть, чтобы он рассыпался. Гнилой гуль. Так, кредиты. О, две ракеты. Это как бальзам на душу, просто-напросто. Так, ух ты, расколбас полнейший. Так, у нас с вами здесь лежит медпакет. Мы его пока не будем трогать. Он нам в дальнейшем пригодится. И мы выполнили задание. Убейте 20 монстров. Это хорошо. Кредиты нам всегда пригодятся. Так, ящик бомбим. Стимулятор. И здесь медпакет. В принципе, по-моему, ребята, и все. Мы сделали здесь всю зачистку. И можно спокойной душой покидать это место. Так, сейчас мы с вами заберем еще бонус. Ну-ка. Да, конечно. Ничего путевого мне не дают. Как специально. Так, если я не ошибаюсь, мы с вами... А, мы выполнили задание, да? Ладно, мы это потом проверим. Давайте-ка сейчас мы сделаем здесь... Ох, ё-моё. Изверг и червь. Обалдеть. Здесь можно просто... Посмотрите на параметры. Если бы, если честно, я в них еще разбирался бы. Ну, я знаю, чем больше там показано, тем хуже враг. Вот, например, пули, нож и... Что вот это? Вот 5-4. Что это? Броня или... Так, погодите. А кто это такой там у нас? Ё-моё. Это какой-то... Рогатый демон. Так, изверг. Слушайте, у меня очень мало ХП, ребята. Я боюсь, что мы здесь пронуем с вами. Вы посмотрите, что происходит. Ай-яй-яй. Ай, не знаю даже. Блин. Ладно, личинок мы этих сейчас убьем. А вот что дальше прикажете делать? Ума не приложу. Вот, смотрите. Да еще тут 3 червя. Ядрё на вошь. Наверное, мы здесь с вами и упадем сейчас. Так, ну. Так. Все, гейм овер, ребята. Мы проиграли эту миссию. И из всех идей, которые у меня сейчас остались на данный момент, это брать какого-нибудь дельта-десанта с его супер-пупер мощной пушкой. О, 2000 кредитов получили. Хорошо. И колбасить их. Ну, здесь слабенько. Транспортник, ты какую-то ересь мне несешь. Ты давай мне привози нормальные там пушки или еще что-нибудь, блин. Или хорошие боеприпасы, там, снаряды. Так, берем, короче, наверное, мы с вами ураган. И идем туда колбасить. Раз уж их такая куча там, придется им задать жару. Согласитесь? Соглашайтесь. Я вижу, что вы все кивнули. Поэтому мы так с вами и сделаем. Следующий бонус к здоровью даст 96 единиц. Здоровья. Так, ну ладно, ребята. Вроде бы мы как вооружились. Давайте с вами рискнем. Рискнем пройти эту миссию. Эту лабораторию. И у нас скордеры. А почему ты не троих, а? Блин, одного не дожали. Надо было дожать его, гада. Так, симуляторы, обоймы, кредиты. Все хорошо. Пока нормуль. Монстры не такие уж здесь и сильные. Хе-хе, изувер просто сдулся на раз. Так, здесь еще один. А, два даже изувера. Вот оно как. Так, был отмечен один, но их там оказалось два. Они, наверное, об этом все пожалели. Кстати, довольно легко мы сейчас проходим с вами, но тратим огромное количество ракет. А это очень плохо. Так, стимулятор. Ладно, у нас с вами еще перк накопился, который можно, в принципе, использовать. Но пока не на кам. Тут довольно легкие идут монстры. Так, сувер. Блин, сейчас два раза надо было в него бомбануть. Девять ракет у нас всего осталось, ребята, девять. Червь. Личинка. Готово. Ух ты, неужели прошли? Да, ребята, прошли. Сматываемся отсюда как можно быстрее. Левел пройден. Так, и дайте мне ящик. Ура! Ура! Наконец-то я получил ящик, и мы перешли с вами на тридцать пятую миссию. Ух. Ну что, давайте, наверное, мы посмотрим, что нам выпадет отсюда. Так, силач М2. Картечь. Кредиты семьсот пятьдесят. И бронебойные нам дают. И последняя карта, опять же, бронебойные. Ясно. Для минигана они у нас идут, которым мы, в принципе, пока и не пользуемся. Что бы мне тебе сделать? Ну, не хочу я ей ничего делать. Вот, честно говоря, даже рука не поднимается, ей что-то на усиление влеплять. А вот надо одну винтовку продать. Отлично. Силач М2 у нас остался. И просто силач. Так, и больше ничего нету, да? Да. Кстати, вот разрушитель почему-то в единственном экземпляре у нас. Даже не выпадало двойного оружия такого. Очень, видно, редкая плазмоган. Это понятно. Потрошитель. Тоже у нас вот пулемет, да? Тридцать пять к атаке. Ну, куда вот он, а? Да, я не спорю, он стреляет. Ну, опять же, по одиночной цели. Ой, хотя он должен строчить как... Хо-хо-хо. Ну, сами понимаете, да? Миниган. Просто все должен сносить там у нас. Так, смотрите. Две тысячи кредитов у нас всего. Нам не хватает даже кого-то апнуть хорошенько. Просто жесть. Смотрите-ка, а? Как? Двадцать три. Ладно, хрен с ним. Давайте берем, короче, мой силач. И будем, наверное, с вами пробовать. Что он из себя представляет с этим дробовиком. Как он здесь будет у нас выживать. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой слабенький урон-то у тебя, роднулечка. Не катит совсем. Что-то ты позоришь мою седую голову, братишка. Ты хоть это, мощей-то поднабери. Ё-моё. Так, картечь кредиты. Ладно. Кстати, для дробовика у нас тоже не так уж много боеприпасов. Соточка всего лишь. Ну, это ладно, ерунда. Я сейчас больше беспокоюсь о хп-шках. Гуль, получи свое. Так, у нас накопился перк. Пока мы его придержим. Монстры не такие уж сильные. А потом, если что, в заморозочку и полный расколбас мы им тут сделаем. А, уже выход? Ага. Ладно, хорошо. Давайте берем стимпак этот наш. И будем отсюда выбегать. Очередная миссия у нас пройдена. Так. Дайте, дайте мне этот ящик. Ну. Далее. Так, ну что же. У нас карты с вами очередные. Давайте посмотрим, что на снайпер. Ну вот. Уже другое дело. Хоть что-то путнее нам стали давать. Ракетницу дали. Ракеты дают. Обоймы, которые нафиг мне не нужны для автомата. И зомби-солдаты. 222 хп и 15 к атаке. Довольно мощный зомбарь там будет, я вам скажу. Так, снайпер, молодец. Так, держать, родная моя. Ты мне должна валить врагов с полтычка. Одним плевком, так сказать. Только в объектив своего снайперского прицела. Посмотрите, они уже должны падать от тебя. Так, осилач. Нет, это не то. Тут очень много у нас для минигана, конечно, патронов. Но пользоваться как-то им не особо хочется, если честно. Бонус к здоровью. Ладно, хрен с ним. Давайте улучшим. Раз мы собираемся прокачивать всех своих юнитов, будем, как говорится, делать это до конца. До тех пор, пока у нас хватает кредитов. А здесь уже все, 555 кредитиков. Ничего мы здесь не поделаем. Ух. Да, конечно, можно было бы попробовать поиграть и с пилой. Но вы видите, что тут происходит такая билиберда. Монстры практически никогда не бывают одни в комнате. Если бы я в процессе игры мог бы менять себе бы еще и юнита, помимо того, что я могу менять оружие, это было бы в 100 раз лучше. А так, юнит у меня только один, которым я играю, а оружие выбирать могу любое. Как-то немножко, я считаю, несправедливо. Но пока что я им даю тут прикурить всем. Как видите, они у меня только отлетают, как семечки. Да, лорд-призрак хорош, е-мое. Смотрите, какой мощнявый. Это, кстати, из свеженьких монстров, если я не ошибаюсь, которые у нас появились сегодня. До этого были просто обычные призраки. Так, гуль и призрак, да? Так и есть. Сосунки. Вот что я вам могу сказать. А тут их целая толпа. И, по-моему, там еще и лорд. Е-мое. Лорд-призрак. Это тоже самый призрак, только немножко усиленный. Ну, немножко это я мягко сказал. Он довольно хорошо усиленный. Приходится в него аж три раза пулять. Давайте восстановим. Запас здоровья себе. Маленько. Ну что? А, здесь у нас еще гули и призрак. Рискнем, нет? Давайте, наверное, их так располбасим. А уже на следующую можно и применить заморозку. Так, забираем кредиты. Все шикарно. Да и ядрить те ноги. Я думал, что все. Прошли. Но, как бы не так. Через заморозку мне пришлось сделать, чтобы сэкономить как можно больше жизни. Сами видите, прекрасно. Очень плохо дело у нас тут заключается. У меня всего 125 хп. А врагов-то здесь еще тьма тьмущая. О, сейчас я полягу. И это самое обидное, что практически на конец прохождения. Можно, конечно, взять и смыться из этой лаборатории, когда мы с вами что? Мы ее просто-напросто не пройдем, не получим, наверное, бонусы какие-то. А так сдохнем здесь. Но если сдохнем, можем как-то переиграть. Ёлки-палки, сколько же их здесь. Нет, ребята, не потягиваем. Все, гейм овер. Надо как-то этот уровень перепройти. А вот кем? Хм. Я думал, что дробовик у меня самый мощный. Но есть еще у меня вот этот чувачок с плазмопушкой. Возвязать, наверное, урагант. О, у меня еще даже ракетница одна есть, которую я смогу потом продать. Так, берем, короче. И начинаем там просто такой расколбас, что они пожалели о том, что появились вообще там в этой лаборатории. Так, у нас, смотрите-ка, новый монстрик появился. Это ледяной... Кто там у нас? А, гуль. Но зато он ватный, оказывается. Слушайте, у меня 9 снарядов осталось. Может быть, не стоит их тратить на этих лошков? Так, уже выход. Хорошо. Что нам здесь дадут? Бензопиле 8. 8 снарядов. Точнее, 8 баллонов, так назовем. Она уже у нас на горючке. А вот этих вот заколбасим. Так. Все, ребята, осталось 4 заряда у меня. Ледяной гуль. Иди отсюда, блин. Бронебойный мы с вами получили. Так, давайте-ка, наверное, что-нибудь другое возьмем. От другого... Ну, вот этот есть только. Разрушитель взять. Потому что... Ничего больше у нас хорошего не осталось. Так, медпакет получили. Перк у нас накопился. Кстати, желтая полосочка внизу, которая моргает, это и означает перк. Долго же до меня находило, да, ребята? Потом уже методом, как говорится, проверок все это понял. Как же я устал от своей этой работы. Это говорит призрак лорд. Вы представляете, да? Как же он устал от своей работы. А я тут хожу, видите ли, по курорту. Наслаждаюсь, блин. Истребляя этих же гаденышей. О, ребята, последний... Последний снаряд. Эй! Давай так, что ли? Картечь нам дали. Блин, а их все меньше и меньше не становится. Черт подери. Ну не тратить же последние боеприпасы, ребята, а? Плазмаган. 81 урон. Наносит, опять же, одиночной цели. Зомби-солдат. Погоди. Оу. Че-то я лопухнулся, ребята, здесь. Ёлки-палки. А почему? Там же вроде показывалось, что были снаряды. Как же так? Неужели я успел зачистить? Фу. Слава тебе, яйца. Ёлки-палки. Блин. Ну дайте мне ящик, а? Ящик. Есть. Вот. Это уже хороший шанс что-то из него достать. Тем более нужное нам. Так, ну что, давайте, наверное, отправляться с вами на базу. Да, тут у нас осталось всего ничего. И вскроем ящик, посмотрим, что из него выпадет нам. Кредиты. Штукарь. Сойдет. Бронебойные. Ладно. Пригодятся. Ракеты. Это самое лучшее, что могло выпасть. Топливо. Ну, так себе. И последняя у нас батарея. Вот это хорошо. Ну что ж, дорогие мои друзья. Давайте на этом я буду завершать это видео. Вам спасибо за просмотр. И надеюсь, вам понравилась эта игра. А мы увидимся с вами в следующих новых видосиках. Всем пока и удачи.